Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мы давай с тобой начнем готовить Я сегодня хочу приготовить закуска Потом у нас будет основная закуска И будет у нас десерт Мы начнем с первого Очень простая закуска Называется зеленый сюрприз Сюрприз Кстати, пока мы начнем готовить сюрприз И другие блюда Вы приготовьте листки, ручки Для того, чтобы записывать все советы Которые даст Алла Это поможет при праздновании любого праздника День рождения, новый год Или вы в кафе отправитесь юбилей отметить Или свадьба у вас надвигается А вы точно знаете, как рассчитать праздничное меню Я сразу скажу, что у меня Основа этого блюда Идет сыр твердый Миндальные орехи Оливки Домашний майонез Укроп Чеснок И у нас такие вот шпажечки красивенькие Это будет для декора Мы должны взять для этой закуски Грамм 300 сыра тертого Мы уже его потерли На мелкую я смотрю Да, на мелкую терочку На мелкую, на которую морковочку трем 250-300 граммов сыра Нам достаточно 2 зубочка чеснока Пока я буду заниматься этим У нас еще один секрет Мы берем оливочки И вовнутрь вставляй Внутрь Целиком? Да, целиком А я сейчас потру Сночок наш Самое главное При расчете меню Нужно помнить Что один человек В состоянии на любом банкете Съесть Кило 300 пищи Всего Всего Ты знаешь прекрасно, что у нас 3 стола Первое Холодные закуски Закуски Первые закуски Вот на закуски у нас должно С расчета идти 400 граммов Должно быть закусок Должно быть 8 номинований По 50 грамм 8 закусок? Ничего, по 50 грамм Мясная нарезка Рыбная нарезка Сырные шарики Сырные шарики 400 граммов у нас будут Это, значит, нарезки всевозможные И 200 граммов у нас будут салаты Нужно сделать где-то 4-5 видов салатов Ну, салаты всевозможные есть И с мясом, и с овощами И овощами, и всякие Но самое главное еще подумать о том Что может какой-то человек пришел Который на диете То есть нужно сделать какой-то диетический салат Значит, я соединила этот сыр С чесночком Теперь я сюда добавляю Домашний майонез Для чего мы кладем сюда майонез? Для того, чтобы оно держало формы Вот мы вымешиваем это все хорошо А пока Аллочка размешивает Я вам сообщу, что таблица расчета Количества продуктов для застолья Уже появилась на сайте нашей программы Пожалуйста, заходите и пользуйтесь на здоровье Когда гости приходят к вам уже в ваш дом У вас на столе уже стоят холодные закуски Первый стол будет длиться Ну, 30-40 минут Вот это я все сделала Этот сыр у нас пока стоит И нам нужно сейчас укропчик Давай поделим, потому что укропа нам нужно будет много Потому что это будет у нас панировка Мы мелко-мелко режем укроп Для того, чтобы сделать для наших шариков Такую зеленую шубку Вот у нас шарики будут такие, как куриное яйцо Чуть больше грязького ореха Да Вот смотри, мы вот это все сделали Теперь можно ложечкой вот этой частью Мы его должны вот так немножечко открыть Вот Так И сюда вставляем вот этот маленький сюрприз Закрываем теперь Да, закрываем Ой, уже вот этот аромат сыра с чесноком Сразу хочется съесть Ну, согласитесь, уже необычно Вроде бы то же самое блюдо Но миндаль и оливка И главное, что быстро Да Внутри этих шариков Вот мы сделали Теперь мы наш укропчик расстилаем И вот так вот катаем, как мы катаем обыкновенно сырники в муке Ой, как красиво же получается Смотри, как прелесть Стараемся, чтобы у нас не было белых просветов сыра Чтобы не видно было А ты немножечко еще больше найдешь И они беленькие Вот смотри, они должны быть зеленые Ой, у тебя действительно какие-то аж мохнатые Те, пожалуйста, мохнатый шмель На душистый шмель Да-да Так, кажется, кто-то уже готов праздновать Да, это точно Вот с этого количества, 300 грамм Получится таких шариков штук 10 А может даже 12 Ну, смотря какой у вас будет объем Вот так мы поставим Оно сейчас немножечко у нас подстынет Мы поставим в холодильник А потом мы вставим туда шпажки Переходим к следующему блюду Ты говорила, что после закуски будем готовить еще одну закуску Да У нас называется закуска блинное макраме Значит, мы будем делать с тобой блины Секрет этих блинов вот в чем Вот Пустая бутылка Я не знала, что секрет блинов в бутылке В пустой бутылке пластиковой Но тут какая-то есть дырочка Дырочка, все правильно Это дырочка для того, чтобы сделать именно эти блины кружевными Пока пусть эта бутылочка полежит Мы сейчас будем готовить с тобой тесто для блинов Для этого нам понадобится молоко, мука То есть обычные блины? Да Но они необычные, судя по названию Блинное макраме Да Яйца Сахар Соль Сюда я сейчас вливаю 250 миллилитров молока Да Два яйца Опа Начинаю это Взбивать Чтобы оно хорошо подружилось Все, оно все перебилось Теперь мы добавляем сахара Сахар знаешь для чего в блинах? Чтобы чуть-чуть сладенький был Для вкуса А еще для чего? Ложка А больше не знаю Полторы ложки Для того, чтобы блин имел вот этот вот, знаешь, немножко зажаристый вид Если не будет сахара, он будет белый Соль Значит, и теперь добавляем сюда муку На 250 граммов молока нам нужно будет 300-400 муки Но не спешите муку добавлять, чтобы тесто не было сильно густым Мы добавим в наш замес на 250 граммов молока Мы добавим очень смело 70-100 грамм растительного масла Это для того, чтобы у нас блины хорошо снимались со сковородки Но они вкуснее, тогда тесто не такое сухое получается Значит, мы включили нашу чудо-печь Ставим пока лишь на девяточку Если делать просто тонкие блинчики То тесто вот данной структуры немножко вроде густоватое Но для кружевных оно будет нормально Потому что мы должны рисовать им Вот такая густота у нас должна быть Вот она как Боже, чего только хозяйка не попридумывали Да не говори Я вообще просто Бутылку литровую или побольше можно брать? Нет, я беру, честно говоря, пол-литровая бутылочка Люди у нас посидели за столом Покушали наши закусочки И они могут встать там на перекурчик на маленький И мы готовим подавать наши горячие закуски Значит, горячие закуски тоже бывают всевозможные Это бывают жульены Это бывают там всякие мясные пальчики Сырные палочки, которые жарятся в сухарях во фритюре Тоже очень вкусно И это подается для каждого гостя Порционно уже Порционно, да Чтобы у нас первый блин не получился комом Но сейчас мы сделаем это вот немножечко вот так вот масло Получается, у нас съели 600 граммов В виде закусок холодных и салатов Да 400 граммов закусок, салатов 200 это всего Да Теперь на горячие закуски сколько приходится? 200 граммов Еще 200 граммов Да, но человек тоже Там если он у нас съедал, получается, 8 наименований по 50 граммов То здесь он съест 2-3 наименования Раскаленная сковорода Раскаленная сковородочка у нас Уже она раскалилась хорошо С этой дырочки мы начинаем лить по кругу Хоп, закончили А теперь рисуем такие клеточки Оп Ал, ты сама придумала такое? Нет, это я вычитала в какой-то книге давно Раз, раз, раз Я теперь понимаю, что тесто не должно быть Вот такая клетка получается Да, тесто не должно быть таким жидким, как на обычные блины Чтобы форма сохранялась Здесь надо немножко погуще Потому что у нас оно порвется И мы не сможем его туда Мы будем его фаршировать дальше А, это для фарширования блины? Да, да, да То есть они с начинкой будут? Пусть немножечко зажарится, да Начинку я уже приготовила заранее Потому что начинка, будем говорить, стандартная То есть грибы, жареные с луком И видишь, Надюша, грибы у нас не черные А знаешь, почему? Потому что есть один секрет Хозяйки жарят сначала лук на сковородке Потом бросают туда грибы И пока это все готовится, гриб чернеет Нужно взять сковородочку, пожарить отдельно грибы Отдельно лук, потом соединить Ух ты! Тогда они будут такие светлые И мы берем куриный паштет, уже приготовленный Вот такой вот Тут куриная печень, у нас сливки Сейчас мы посмотрим Я, 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 я! Ну давай, давай, Надюшенька Давай, попробуй Тут все готово Не бойся, давай По кругу Рука-то дрожит, 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 дрожит И пошла клеточку Раз, раз, раз Ой, как интересно! Интересно? А теперь давай погуще Погуще, да? Погуще, да-да-да Вот А чуть-чуть можно надавливать Да, ну конечно У меня какой-то глобус получился Красивый Красивый у тебя получилось Ну, ух, красота Вот тут еще, вот тут Да-да-да-да-да-да-да Надя, даже я не сомневалась Что получится именно так Очень красиво, молодец Давай, Надюшенька, переворачивай Уже ты думаешь? Нет, а ты же там Сначала лопаточкой вокруг Ну как ты блинчик Ну да, как обычно Да-да-да-да Если оно уже готово А сковородка уже горячая Поэтому быстро Да-да-да, правильно-правильно-правильно Раз Ого, он прям Коричневый получился Ты знаешь, Надюша, у тебя получилось лучше даже, чем у меня А это потому, что сковородка уже разогрелась хорошо? Это просто хорошая хозяйка Поэтому так и получилось Это точно Ну что, это даже не тяжелее совсем делать вот такие вот блины Просто интереснее Да, пожалуйста А снимать? Я сама сниму Хорошо И пошла, как говорится, блинная жара И пошла, да-да Тут самый главный эффект в том, что мы этот кружевной блин будем заворачивать и будет у нас тут листочек Красота Только я не пойму, как начинка будет не выпадать Сейчас все это ты увидишь Снимаем наш последний Ау-ау-ау-ау Наш блинчик Все, мы выжарили наши все блины Берем самое основное в данном изделии Это у нас листья салата Вот смотри, листья салата У нас здесь уже толстая часть удалена Значит, мы ложим Вот так вот накрываем Ты делай с грибами, а я буду делать с паштетом Хорошо? Как тут? Много начинки или немного? Начинки, это же ты для себя делаешь Значит, начинки должно быть много Чтобы она только не вывалилась, да? Она не вывалится, Надюш Смотри, у меня аж паштет, извини, меня пореже, чем твоя начинка Смотри, как получается Прелестно Ну вот Вот сейчас у тебя так получится Вот, где у нас шов Швом этим мы ложим вниз Вот, красота Я прямо без лишней скромности назвала бы это действительно красота Да Вот у нас покушали салатики, закуски А теперь у нас уже подходит время к основному столу То есть там у нас будет подаваться основное блюдо Что мы имеем в виду под понятием основное блюдо? Это идет обязательно мясо и гарнир Но так как люди уже у нас сделали большой перекус, будем так говорить То мы можем подавать не порционно, а на больших тарелках Да То есть Но расчет все равно такой идет 200 граммов у нас идет мясо и плюс 100 граммов у нас идет гарнира Десерты Десерты на свабе подаются, это знаешь, когда делится каравай, правильно? И туда уже выставляют все, что только возможно Выдумывают и пирожные всякие, и всякие там трехэтажные тортики Каравай сам по себе Как обычно говорят, да куда тут уже торт, он не влезет Нет, я тебе скажу, что найдется место в желудке для тортика Но тем не менее, не нужно вот такие вот куски рассчитывать Нет, нет, 100 граммов Я хочу сегодня предложить сделать такой маленький фруктовый канапешечки Фуршетный вариант такой Для фруктового канапе нам нужны вот у меня вот такие вот фрукты Вот такие у нас шпажки, которые мы будем использовать для наших шариков сырных И мы будем использовать их для наших фруктов Будет идти где-то грамм 100 на человека Но самое главное, должно быть канапе такое, чтобы человек взял в рот раз и все это скушал То есть фрукты из расчета по 100 граммов на человека На человека, да И торт 100 граммов на человека Вот вам и десерт полноценный Значит, Надюшенька, давай будем так Сливка Яблочко у нас будет, да? Грушку хочешь? Давай Давай грушку Бананчик И у нас еще тут есть виноградик Ну вот с фруктами еще такой вопрос Когда делаешь канапе или фруктовый десерт какой-нибудь с кусочками фруктов Из них сок может вытекать, они могут темнеть Чтобы не темнели, вот у нас есть лимон Для того, чтобы у нас, вот мы сейчас будем работать с яблочком и с грушкой Значит, мы должны сразу сбрызнуть лимонным соком чуть-чуть Тогда они не будут темнеть Когда поднимается вопрос о организации свадьбы Вы должны знать, что на одного человека, независимо, женский или мужской пол Идет 0,5 литра водки Да И 0,7 вина А шампанское бутылка на троих Например, у нас жара на улице невозможная Мы берем минеральная вода и лимонад 2 литра на человека И плюс сюда надо добавить, чтобы было 2,5 литра, пол литра сока Это будет так Это если мы берем летом Если мы берем зимой, то нам напитка хватит 1,5 литра Этого достаточно Начинаем собирать Коль это у нас такие фруктовые кораблики Значит, мы давай сделаем смятый, как будто бы у нас будет это парус такой Значит, мы одели зеленый парус Ну, а теперь давай оденем вот эту сливку цветную Вот так вот мы сделаем Вот так одеваем виноград И в конце концов, и получается у нас вот такая канапушечка Вот такая Ну, мы сейчас первое сделали, теперь продолжать будем делать дальше А я пока напомню, как мы готовили наши свадебные закуски и десерт Для приготовления сырных шариков вам понадобится сыр, чеснок, домашний майонез, оливки, миндаль, укроп Натрите сыр на мелкой терке, добавьте чеснок, майонез, тщательно перемешайте В середину каждой оливки вставьте миндальный орех Скатайте шарики, спрятав внутри начиненные миндалем оливки Обваляйте в мелко нарезанном укропе Для блинной закуски макраме возьмите муку, яйца, молоко, соль, сахар, растительное масло Замесите тесто без комочков В крышке пластиковой бутылки сделайте небольшое отверстие На раскаленную сковородку наливайте из бутылки теста в виде сетки Обжаривайте с двух сторон На готовый блин положить салатный лист с любой начинкой и завернуть Для приготовления фруктовых корабликов канапе Нарезать фрукты на дольки, сбрызнуть лимонным соком, чтобы не потемнели Нанизать на шпажки, чередуя разные фрукты и ягоды Украсить листьями мяты Не забудьте, что на сайте нашей программы появилась таблица В которой вы сможете рассчитать необходимое количество продуктов для свадебного застолья И напитков, между прочим, тоже Ну что же, попробуем? Да Сперва холодные закуски Да Тут главное почувствовать, как вот эта начинка Как пахнет Вписалась в сырный шарик Хрустит В общем-то, все как обычно Но, обваляв эту сырную закуску в укропе Положив туда внутрь оливку, вы получаете совершенно необыкновенное блюдо Я добавил изюминку просто Да? Сюрпризик Закуска, которая действительно украсит свадебный стол Гости будут в восторге Меняем Очень мне нравится, что здесь листья салата используются В результате получается закуска в очень легком обрамлении Не нужно делать бутерброды, да? Кто не хочет много хлеба В то же время это очень красиво И сразу десерт Очень вкусно И что мне еще нравится Никакой сок не вытекает Когда вот фруктовый салат подают в форме В общем, прелесть Легко и разнообразно Приготовление к свадьбе Это не страшно Это весело и интересно Потому что мы точно знаем, как все нужно сделать Спасибо тебе огромное Наслаждайтесь жизнью И радуйте своих гостей Кстати, порадовать нас с вами придет сейчас Рома Медный Он расскажет, как выбрать свадебное платье По типу фигуры Будет еще и тест-драйв свадебных платьев Оставайтесь у меня в гостях Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому